Привет, друзья! В последнее время мы сравнивали либо японские кроссоверы, либо корейские, либо японские с корейскими. А вот сегодня мы решили поговорить о немце и о японце. Итак, представляем вашему вниманию два очень популярных кроссовера Honda CR-V 2014 года и Tiguan также 2014 года. Что касается технических характеристик, значит, эта машина с двигателем 2,4 литра и взял ее специально, потому что это максимально возможный вариант 190 лошадиных сил и подключаемый полный привод. Здесь же у нас двухлитровая бензиновая четверка мощностью 170 лошадок и это двигатель турбированный. Можно было бы, конечно, взять CR-V тоже двухлитровую, но там атмосферник и всего лишь 150 лошадок. Машина явно будет проигрывать по динамике. В общем, взял я 2,4 специально. Посмотрим, как они ведут себя на дороге. Оба автомобиля относятся к классу кроссоверов, хотя это сейчас очень обширный класс, в котором очень много разных автомобилей. При визуальном осмотре мы видим, что Honda CR-V, конечно же, больше по многим параметрам. Мы можем предположить, что размеры салона, удобство, размер багажника у Tiguan будут похуже. Но посмотрим чуть позже, будем разбираться. Значит, что касается дизайна этих машин. Значит, Honda CR-V, мы как-то уже снимали про нее обзор, я там сказал, что дизайн у нее достаточно современный. И Honda идет в одном и том же направлении, в одном и том же русле. Дизайн ее узнаваем. Volkswagen Tiguan, это, так скажем, был первый среднеразмерный, даже, я бы сказал, компактный кроссовер у этого производителя. Touareg мы не берем в расчет, потому что та машина гораздо больше. И ее внешний вид мне напоминает как бы какую-то игрушку. Но сейчас Tiguan стал совершенно другим, хотя и очень похож. Стал он более серьезный. В общем, эта машина, ну, дизайн имеет такой, лично для меня, наверное, не самый удачный, хотя он и смотрится неплохо на самом деле. Вот, в общем, здесь по дизайну сложно отдать кому-то предпочтение. Но я бы, конечно, выбрал Honda CR-V. Скажу сразу, что я очень хорошо отношусь к японским машинам и, в частности, к Хонде. Эту машину я очень сильно люблю, она мне нравится. И вот сейчас мы попробуем посмотреть, за что же я мог бы полюбить именно Tiguan. Так как машина у нас полноприводная и вообще это паркетники, то это предполагает некоторую возможность съезда с асфальта. Что нам предлагают эти автомобили? Значит, у Хонды CR-V дорожный просвет один из самых маленьких, вообще в своем классе, 170 мм. Это действительно мало. У Tiguan этот показатель гораздо лучше, 200 мм. Целых 3 см разница, это может сыграть очень серьезную роль в преодолении каких-то препятствий, сложных ситуаций. Значит, свесы передние у того и другого автомобиля достаточно длинные, но и здесь Хонда проигрывает. Все же пластик там оказывается ниже. Но боковые обвесы, именно пороги у Tiguan расположены чуть пониже. Соответственно, ну вот тут мы нашли и некоторые минусы. Что касается полного привода двух автомобилей. У Хонды CR-V все стандартно, как и раньше, как на предыдущих поколениях. Значит, здесь основной передний привод. Если он начинает буксовать, то подключаются автоматические задние. Хонда очень гордится с тем, что вот эта вот пауза между тем, как начинает буксовать передние колеса и подключается задняя ось. Пауза это очень коротко. И, в общем, все происходит быстро и проблем не будет. Ну, в самых сложных ситуациях вам еще поможет противобуксовочная система, которая реально очень сильно выручает. Проверена не раз. Вот, в общем-то, как бы и все. Этого будет вполне достаточно. Даже больше за глаза, чтобы передвигаться по городу. И в каких-то сложных ситуациях вам помочь. Ну, конечно же, далеко вы на этой машине не уедете, просто потому что она низкая и сядет на брюхо. Значит, что нам предлагает Tiguan? Плюс, конечно, в том, что у него больше дорожный просвет и полный привод 4Motion. Он называется. Volkswagen также гордится своим полным приводом, потому что... Ну, вообще, на различных форумах пишут, что это один из лучших вообще полных приводов для паркетников и кроссоверов. Значит, машина страгивается с места на полном приводе. Ну, а дальше, в зависимости от дорожной ситуации, компьютер сам подбирает различные алгоритмы работы. Тем самым, машина очень хорошо себя ведет также на бездорожье. Вот. В общем, я думаю, что, учитывая более короткую базу в целом, да, больший дорожный просвет и, так скажем, более умный полный привод, эта машина будет гораздо более проходимей. Самое время заглянуть под капот. Про двигатель я уже немножко сказал. Значит, двушка, 280 ньютонов, крутящий момент. Здесь есть турбина, соответственно, это дает некоторое преимущество относительно атмосферных двигателей. То есть, машина должна ехать быстрее с большим запасом тяги. 170 лошадиных сил, да, по этому показателю Tiguan проигрывает CR-V с мотором 2.4, там 190, но я бы на эти цифры особо не смотрел. Я бы смотрел именно на крутящий момент. Вот. Значит, по каталогу рекомендуется заливать сюда 95-й бензин, не меньше. Ну, вот. Соответственно, он дороже, чем 92-й и не удастся, к сожалению, хоть немножко доэкономить. В целом, агрегат достаточно надежный. Если говорить именно о коробке передач, то здесь установлен робот. И вот к нему как раз-таки вопросов гораздо больше. Конечно, кто-то из вас сейчас напишет в комментариях, что все это ерунда, что надо вовремя обслуживать и так далее. Но все эти разговоры не беспочвенные. Конечно, я сам не эксплуатировал долгое время вообще такие машины немцев, там, чехов, да, именно Шкоду с роботами, да. Но уверен, что разговоры эти не беспочвенные и действительно есть какие-то проблемы. А роботы бывают, конечно, у них разных поколений, там, шестиступенчатые, семиступенчатые и какой-то надежный, какой-то, ну, не такой надежный, да. Но, тем не менее, вот здесь как раз-таки Тигуан и проиграет ЦРУшки по этому компоненту. Итак, Хонда, очень известный распространенный мотор здесь устанавливается, К24 в очередной модификации, 190 лошадиных сил. И крутящий момент здесь 220 ньютонометров, это большая разница, 60 ньютонов, это большая разница, несмотря на то, что объем другой. То есть мотор этот высокооборотистый, в лучшем видео он показывает себя, когда будете его поддавать газу. Тоже очень надежный, хорошо изучен и проблем с ним нет абсолютно никаких. Эти двигатели выхаживают ни одну сотню тысяч километров и не требуют никакого внимания. Ну, конечно, обслуживать нужно вовремя. Коробка передач здесь устанавливается автоматически, это обычный классический 5-ступенчатый агрегат, к которому также нет никаких претензий. Вот, в общем, в этом плане, конечно же, Хонда выигрывает. И я думаю, что именно из-за своей надежности машина очень ликвидна на вторичном рынке. Плюс ко всему она дороже в среднем. То есть, когда машины новые, то CR-V вообще считается одной из самых дорогих в своем классе. Да, конечно, мы не берем премиальные автомобили, а вот именно CR-V, RAV и так далее. Она одна из самых дорогих. И на вторичке она также очень долго держит свою цену. К примеру, вот как раз сейчас об этом поговорим. К примеру, оба автомобиля 2014 года и они оба в неплохих комплектациях. Эта машина сейчас стоит 1,4-1,450 примерно. А Tiguan, вот именно вот этот стоит 1,060, если не ошибаюсь. Есть машины 2014 года и дороже, вплоть до 1,350, но там другая форсировка двигателя и более богатая комплектация. Ну, как минимум, 100-150 тысяч разницы будет, несмотря на то, что машины одного года. Я думаю, что это о многом говорит и люди не дураки и не просто так голосуют рублем. Уже при визуальном осмотре мы поняли, что багажное отделение у Tiguan поменьше. Завод-изготовитель заявляет 470 полезных литров объема. Ну и, значит, что могу сказать. Багажник, конечно, удобен за счет своей правильной формы. Здесь ничего не выступает. Но, в то же время, можно было бы сделать углубление, да, и тем самым увеличить это самое полезное пространство. Под полом у нас лежит докатка. Есть места для разной мелочевки. Вот, значит, сидение здесь, конечно же, складывается. Спинки просто наклоняются вперед. И плюс они еще ездят вперед-назад. Тем самым можно место полезное увеличить. Вот, ну, я думаю, что это один из самых маленьких багажников вообще в своем классе. Машина, как бы, сама по себе небольшая. Наверное, наверное, в Volkswagen эту машину как-то придумывали для Европы. Где людям, наверное, не требуются автомобили, в которых можно как бы и в пир, и в мир, и так далее. И ремонт сделать. В общем, у нас машины нужны, наверное, более универсальные. Поэтому машины с большими багажниками у нас все же ценятся больше. Ну и в Honda, конечно, специально замерять ничего не нужно, чтобы увидеть, насколько больше здесь багажное отделение. 589 литров. Значит, конечно же, здесь нет таких ровных плоскостей по бокам. Но в то же время это сыграет важную роль при укладке какого-то большого объема разных вещей. Значит, сидения второго ряда здесь, конечно же, тоже складываются. И, кстати, получается гораздо более ровная поверхность. Есть специальные ручки в багажнике, с помощью которых мы можем уже с этого места сложить сидение. Значит, под полом у нас также докатка, как и в Тигуане. Но здесь нет специального бокса под мелочевку. То есть, если будете что-то складывать, возможно, оно здесь будет болтаться. Но в то же время нет бокса и не съедается полезное пространство. Вот, в общем, по багажному отделению CR-V впереди планеты всей. Посадка на заднем сидении Honda CR-V этого года нам очень хорошо знакома. Здесь очень много места и посадка очень удобна. Есть все необходимое для удобства. Здесь, конечно, есть подлокотник. Сидения, к сожалению, здесь не двигаются вперед-назад. Но и это, наверное, не сильно это и требуется. Хотя, ну, кстати, сидения складываются вперед и багажники без того они маленькие. Вот, под сидениями, обратите внимание, есть место для ног под передними. Вот, спинка, конечно же, регулируется. Ну и все. В общем, здесь очень много места и пойдемте смотреть Tiguan. Итак, в Tiguan мы видим, что места чуточку поменьше, но все же его достаточно. Очень рады, что также есть место под передними сидушками. Это, на самом деле, вроде мелочь, но в дальней дороге ваши пассажиры вас отблагодарят за то, что там есть пространство. Можно вытянуть ноги. Обратите внимание, в Tiguan есть удобные столики. Тоже вроде мелочь, а приятно. Значит, сидушка здесь кажется чуть более короткой. Поэтому, ну, вот обратите внимание, да, филейная часть влазит не вся. Вот, на двери также есть удобный подлокотник. Вопросов особо нет. Здесь тоже подлокотник имеется. Ну, к сожалению, опять же, он пластиковый. И когда рука будет голая, возможно, будет не так приятно уже. Плюс ко всему, да, мы знаем, что можно двигать вперед-назад эту сидушку. Немного расстроило то, что здесь есть центральный тоннель, и он съедает очень много места. Соответственно, втроем вы здесь уже с хорошим комфортом долго не сможете ехать. Вот, втроем, значит, здесь, в принципе-то, сесть можно. Но я бы назвал эту машину больше даже четырехместной. Ну, а в целом, я ожидал здесь места поменьше. Ну, достойный. Достойный автомобиль с таким пространством для пассажиров. Давайте прокатимся. Начнем с Хонды. Она нам очень хорошо знакома. Ее 2,4-литровый двигатель. Это, наверное, идеальное сочетание, да. То есть, 2,4-мотор, 5-ступка, коробка для этой машины. Двушка тоже нормально. Конечно, многие говорят, что двушки маловато, но для города вообще в самый раз. Немного и немало. Ну, на трассе, да, там будут некоторые сложности. Ну, вот, значит, японские машины никогда не отличались. Хорошая шумоизоляция. Здесь мотор тоже слышно. Если вы выберете шумные покрышки, то тоже вы будете всегда их слышать, как вот в данном случае. Так что при выборе резины для этой машины будьте особо внимательны. Что касается подвески у ЦРВ, значит, есть такое мнение, что все Хонды очень жесткие. Ну, на самом деле, жесткость здесь очень приятная. И машина отлично держит дорогу. Но в то же время, когда вы едете по каким-то ямам, ну, вот именно мы говорим сейчас об асфальте в городе, да, там стыки дорожные и так далее, то Хонда ведет себя очень предсказуемо и комфортно на самом-то деле. К примеру, та же Сузуки Гранд Витара при всех ее плюсах на таких мелких неровностях скачет на ура. Вот Хонда в этом плане отличная машина. Значит, что еще по обзорности? Здесь вопросов нет абсолютно. Зеркала большие, посадка удобная, очень хорошая боковая поддержка. Минус этой машины, конечно же, в том, что очень жесткий пластик на панели. И бывает так, что пластик жесткий, но выглядит классно и дорого. Но здесь ситуация не такая. Он сам по себе жесткий и выглядит недорого. Я думаю, что тут как раз таки Хонда, наверное, проиграет Тигуану. Посмотрим чуть позже. В общем, таких основных минусов как бы два. Это дорожный просвет и качество пластика в машине. Но в то же время вот автомобиль прошел 103 тысячи километров, именно вот эта машина. Обратите внимание, что руль абсолютно не затертый. Он износостойкий. Это кожа. Здесь тканевый салон полностью и ткань тоже в порядке. Я бы, кстати, выбрал именно тканевый салон. Как бы и зимой садится не холодно, и летом не жарко. Ну и материал этот очень-очень износостойкий. Сейчас едем около сотни и машина отлично держит дорогу. А на трассе, я думаю, проблем не будет. Ну, конечно же, дорога должна быть хорошей без огромных ям. Вот. В общем, я уверен, что на дальнее расстояние водитель в этой машине, ну и пассажиры с учетом пространства полезного для них тоже не устанут. Сейчас мы даем газу в пол сразу. Двигатель, конечно, раскрывается на высоких оборотах. Ускорение приличное. После 120 машина уже так гораздо медленнее разгоняется, конечно. Тут, наверное, с турбинкой это было бы повеселее. Но в целом я могу сказать, что, как я уже сказал, достойный вариант 2А4, да? И нехватки тяги у вас точно не будет. Тем более, эти машины по большей части, конечно же, эксплуатируются в городе. Ну и на трассе, на обгонах и так далее вопросов не должно быть. Итак, ну вот, давайте мы посмотрим, что вся представляет Тигуан. Я, конечно, ездил на таких машинах и не раз, но сильно как бы не присматривался, так скажем. Вот сейчас мы и сравним немца с японцем. При посадке сразу обратил внимание, что наружные зеркала здесь гораздо меньшего размера. Это, конечно же, менее удобно. Не знаю, почему бы было не сделать сюда нормальные наружные зеркала. Значит, что еще? Боковые стойки здесь, несмотря на то, что они короче, они почему-то перекрывают обзор боковой сильнее. Вот. Значит, еще при посадке вообще как бы сидеть очень удобно. и боковая поддержка тоже здесь есть. Она неплохая. Но вот сама полочка на двери водительской, она покороче, и здесь сразу начинается ручка. И вот мне бы лично хотелось как-то руку сильнее сюда вперед положить, но это, к сожалению, не удается сделать. В целом же по дизайну. В общем, ощущения от посадки совершенно другие. Ты как бы сидишь, ну, ты ощущаешь и понимаешь, что ты сидишь в гораздо меньшей машине, чем CR-V. Что касается дизайна, ну, он здесь тоже абсолютно другой, конечно же, такой более сдержанный, да. Пластик здесь на вид тоже недорогой, но он хотя бы не блестит, и он мягкий. Вот. И в том числе, кстати, на дверях. Вот. Это радует на самом-то деле. Но вот нижняя часть панели, она уже твердая. Вот. Так же расстроило меня то, что руль нельзя опустить ниже. То есть это вот его самое нижнее положение. Лично я люблю, когда руль находится на более низком уровне. Так, мы сейчас сразу попробуем разогнаться. Дам газ в пол. Ну, если бы мотор был без турбины, конечно, машина так бы не ехала. Но едет, я скажу вам, классно. И даже, наверное, пободреется рвушки. Я не знаю точных цифр, как там по разгону до сотни и так далее, но едет машина приятно, и при этом здорово держит дорогу. Так скажем, неожиданно немного. Ну, по динамике вполне себе понятно, но вот именно по управляемости я не думал, что все так будет хорошо. Что касается комфорта подвески, значит, пока мы ехали, это некоторое расстояние, я о подвеске вообще не думал, потому что на самом-то деле она не вызывает никаких вопросов. И я бы назвал ее более комфортной, нежели у CR-V. По этому компоненту все же Tiguan впереди. Шумоизоляция получше, конечно. Двигатель слышно, но шумоизоляция точно лучше. Шум от колес также слышен меньше. В общем, где-то CR-V выигрывает, где-то проигрывает. Я думаю, что эта машина, наверное, идеально подойдет для двоих, например, для молодой семьи, у которых еще нет детей и которым не требуется перевозить часто какие-то большие грузы. Если вдруг что-то нужно увезти, то можно сложить сидение второго ряда, отодвинуть и будет удобно. Honda является, наверное, единственной маркой японской, про которую можно сказать, что садишься в Хонду и тебе не нужно привыкать. Это один, наверное, единственный японец вообще марка Хонда. И про Volkswagen говорят так же, что привыкать не нужно. Наверное, я соглашусь, потому что по большому счету ничего не напрягает. Единственное, что зеркала нужны здесь, конечно же, побольше. Это вот минус. И при перестроениях в городе я это сразу ощутил. Итак, даем газу еще раз. спорт-режим еще есть. Точнее, ручной. Позволяет раскручивать двигатель сильнее. Ну вот, у CR-V там после 120 км в час уже появилась нехватка крутящего момента. а вот на Tiguan такая проблема по большому счету не так ярко выражена. Мотор все же не такой объемный, как мог бы быть, да, но в целом машина едет пошустрее, конечно же. Вот, и ручной режим позволяет раскручивать двигатель сильнее, что тоже сыграет хорошую роль, например, на трассе при обгонах. Ну, конечно, если вы будете грамотно пользоваться этим режимом. Вот, и сам мотор слышно меньше. Значит, какой вывод можно сделать по этой машине? скажу, что оно мне понравилось. Едет она очень достойно, мотор тяговитый, но если бы был например, двигатель 2,5 литра с трубиной, то было бы вообще супер. Возможно, ситуация изменится, если будет не 170 лошадок, а 210, хотя я думаю, что кардинальной разницы почувствовать, наверное, не удастся. Значит, это классно держит дорогу, хорошая шумоизоляция, ну, на уровне, так скажем. Что касается вместительности салона, конечно же, один из лучших немецких кроссоверов тут по вместимости проигрывает одному из лучших японских кроссоверов, вот, поэтому имейте это в виду при покупке Тигуана. Что касается опций, ну, по комплектациям машины могут быть совершенно разные, в том числе у Тигуана еще может быть мотор дизельный, чего нам не предлагает Honda CR-V на российском рынке, и может быть мотор менее объемный, 1.4, все двигатели турбированы, может быть механика, в том числе и передний привод. Вот, значит, машина понравилась, я бы себе такую взял бы, если бы здесь не было роботизированной коробки. Нет у меня еще опыта долгой езды, эксплуатации именно роботизированной коробки, но в то же время я, наверное, как и многие, поддаюсь здесь стадному чувству и боюсь робота именно вот на немцах. DSG все же как бы он пока что не для меня. Турбированный мотор это как бы для меня не новая вещь, вот, но именно DSG вот как-то я ее пока побаиваюсь. Я думаю, что это вообще мог бы быть вообще идеальный кроссовер, если бы была другая коробка как раз таки. Можно закрыть глаза на маленький багажник но вот с коробкой. Не знаю, почему немцы вот именно в Volkswagen постоянно продвигают эту тему уже на протяжении многих лет и как-то не особо прислушиваются к отзывам владельцев. Эту машину я бы взял новой, а ЦРВ я бы спокойно брал неподержанной. Давайте еще раз подведем короткий итог. Плюсы ЦРВ это невероятно высокая ликвидность наверное один из самых ликвидных и медленно теряющих кроссоверов вообще у нас в России значит это очень вместительный удобный большой салон это надежность неприхотливость и по своему опыту могу сказать что недорогое обслуживание да некоторые запчасти на ЦРВ стоят дороже в целом на Хонду чем на других производителях но в то же время Хонда требует к себе гораздо меньшего внимания это я могу точно сказать потому что Хонды были у меня и не одна а по Тегуа ну значит это наверное даже более сбитая машина нежели ЦРВ хотя ЦРВ одна из самых таких крепких японцев очень очень интересный мотор разгон динамика управления вот но здесь мы имеем конечно меньший багажник и меньшую ликвидность худшую так хуже так скажем ликвидность да вот в общем есть свои минусы плюсы у того и другого автомобиля выбирать конечно вам хотел бы сказать что оба этих автомобиля представленных в обзоре сейчас продаются в автосалоне рдм импорт новосибирский объявление можете найти на нашем официальном сайте обе машины 14 года с полным приводом бензиновые они всю информацию уточняйте у наших менеджеров по телефону который будет указан на вашем экране ссылка на сайт под этим видео на этом все будем заканчивать надеюсь это видео было для вас полезным и интересным если так то пишите комментарии вопросы если вы являетесь владельцем или были владельцем таких машин то напишите нам ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока